Музыка Привет всем! После прошлого Диаева видео вы четко дали мне понять, что хотите еще. Так что сегодня я расскажу и покажу вам, как сделать ваши тетради, учебники, может быть даже дневники, намного интереснее собственными руками. Я помню, когда я училась в школе, это было реальным спасением, потому что учебники страшные, тетради страшные, дневники. Нас вообще заставляли покупать одинаковые дневники на всю школу. Такие уродские. По сути, Диаева суперпростой, все, что нам понадобится, это то, что вы будете совершенствовать само собой. Линейка, карандаш и ножницы, цветная бумага. Чем плотнее она будет, тем лучше. И также нам понадобится клей, но не обычный клей, а специальный клей для бумаги и картона. Он дико крепко склеивает. Мне кажется, он бы даже приклеил слома к стене. Но если, конечно, все это было сделано из бумаги, он же для бумаги и картона. Итак, обложка серо-розового блокнота состоит из двух частей. Серую я сделала чуть больше, так выглядит интереснее. По сути, все, что я делаю, это просто отрезаю кусок бумаги размером с разворот нашего блокнота. И не забудьте отступить по паре сантиметров с каждого внешнего края, они потом пойдут на подгиб. После этого определяю середину в наших отрезках и с помощью ножниц придаю им форму. С помощью моего суперклея для бумаги я приклеиваю нашу новую обложку. Приклеивать лучше от сгиба края, для того, чтобы у нас не образовалось никаких воздушных пузырей или неровностей. Как сделать правильный подгиб, вы видите сами, надеюсь, все понятно и объяснять не нужно. Далее делаем все то же самое с серым отрезком. Кстати, если вы хотите, чтобы они более пестрые, то вы можете заменить простую бумагу на специальную бумагу для скраббукинга или оберточную бумагу, подарочную, такую, знаете, главное, чтобы она была плотной и не просвечивала. До второго блокнота я отрезаю кусок розовой бумаги размером с разворот всего блокнота. Не забываем про уступы. Субтитры сделал DimaTorzok И для того, чтобы сделать желтые треугольники, я вырезаю прямоугольник на пару сантиметров большего блокнота. Потому что что? Правильно, потому что нам нужно пару сантиметров на подгиб. Субтитры сделал DimaTorzok И теперь мы можем перейти к самой, на мой взгляд, интересной части создания всего этого, к декорированию. Потому что здесь можно дать полную волю своей фантазии. Вы можете пойти куда угодно, продекорировать как угодно. Заранее отвечаю на ваш вопрос, который к любому будет задан. Я купила эти штучки в специальном магазине для скраббукинга. Для тех, кто живет в Питере, я оставлю ссылку на тот магазин, в котором я это покупала. У них есть и онлайн-версия, и также оффлайн-версия. Да, можно приехать все посмотреть. Также я знаю еще, по крайней мере, один магазин классный скраббукинга в Москве. Для тех, кто живет в Москве, я тоже оставлю ссылку. Вроде как у них есть доставка в другие города. Но давайте на всякий случай поможем друг другу. Те, кто знают магазины скраббукинга и такие всякие штучки в своем городе, оставляйте ссылки внизу. Итак, обратно к этажам-верблюдам. Это такой набор, в котором есть всякие разные заголовки, какие-то штучки по типу усов, бантиков и прочих штучек. Интересных, в общем, которыми можно украсить ваш скраббукинг, блокнот или что-то другое. Так как мне не нужно распознавать, что это за тетрадь или что это за учебник. Я просто приклеила сюда такие таблички, на которых оставляющие фразы, просто для того, чтобы это выглядело мелко. Если вам это требуется, вы можете работать с чем-нибудь вроде такого, где есть место для того, чтобы вы написали предмет или то, что вам надо. В принципе, я думаю, для этого не обязательно разорваться на какой-то целый набор. Можно просто выразить кусочек бумаги и приклеить, и красиво написать в педме. Также я сделала такие, не знаю, как это называть, бордюрчики с этой стороны. Гениально. Русский язык. Наверняка есть слово, но я просто его не помню. В общем, с этой стороны тетради, здесь у меня написано Love This, because I love this. На серой у меня написано This Happened. Кстати, очень подходит, потому что когда я наконец-то стараюсь писать сценарий, а я всегда пишу сценарий, то... God damn, This Happened. True. Также я специально купила такие маленькие конвертики для того, чтобы приклеить внутрь, потому что мне кажется, это очень удобно, когда ты можешь какие-то маленькие вещи, записи, бумажки, которые перекидываешь друг к другу, например, или что-то еще, положить внутрь. И, в принципе, можно приклеить их назад в вашей тетради, но я люблю использовать их в начале моих блокнотов. Также можно не учудить и не тратить больших деньги, и просто приклеить обычный конверт, например, вот так. Вполне себе удобно что-то класть сюда. Для тех, кому интересно, я купила этот конверт в H&M. Если я найду его, то ссылка, конечно же, как обычно, как всегда, будет внизу. И это все, как я и говорила, DIY суперпростой, и ограничивается только вашей фантазии. Но перед тем, как закончить это видео, у меня есть для вас пара новостей, и обе хорошие, одна лучше другой. Первая новость о том, что канал скоро переступит порог 3000 человек. Для меня очень сложно передать словами, как я вам благодарна, как я рада каждый день видеть новых подписчиков, читать ваши комментарии, общаться с вами в интернете. Серьезно. Мои руки трясутся, я не знаю, видно ли это. Ребят, я вас очень люблю. Вся ваша поддержка, эти добрые слова, которые вы мне говорите, это просто бесценно. О, my God, я начинаю плакать. Так что вторая новость состоит в том, что я решила сделать для вас giveaway, потому что вы, черт подери, этого заслуживаете. Окей, сейчас, нужно успокоиться. О, я не хочу, чтобы вы плакали. Надеюсь, никто не начнет плакать, когда я начала плакать. Так вот, когда нас станет больше, чем 3000, я сделала отдельное видео, я сделаю для вас giveaway, все условия будут простые, я все расскажу позже. А пока я хочу сказать каждому, каждому, каждому из вас большое-большое спасибо за то, что вы подписаны на мой канал, за то, что вы смотрите все, что я снимаю, за то, что вы пишете мне. Я обожаю с вами общаться. Пишите мне каждый день. У меня для этого есть даже целая страница, я оставлю вам ссылку внизу. Так что, все, кому не лень, напишите мне привет. Или расскажите о своих проблемах. Пишите мне о чем угодно. А на сегодня это все. Я надеюсь, вам понравилось это DIY-видео. Если да, поддержите меня большим пальцем вверх. Если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте мне их внизу в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Но не забывайте, если у вас нету Google+, то я не смогу на них ответить, к сожалению. Все ссылки, как я уже сказала, будут внизу. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока! Автомобиль!